Я благодарен, что вы четко разделили тех, кто выступил сейчас как политик, и сейчас есть возможность напомнить, что мы выступаем как эксперт. Это важно, потому что звучал вопрос, что делать. Это у депутата вопрос, что делать? Сегодня лидит Кучмана, которого постоянно вешают и обвинения о неэффективности Минской группы, и спрашивают, что они решили. Всем аккуратно напомнил, что речь идет о контактной группе. А что должны делать законодатели? Извините меня, определять политику, формулировать, принять законы. Более того, списывать на то, что контактная группа договорилась, господа, она вам условия создает. А вообще-то министры иностранных дел Германии, Франции приехали к законодателям с вопросом, что вы делаете? Вы начинаете говорить от имени всей Украины, всех экспертов, всех политиков, вы должны с ними говорить языком законодателя. Никто вам не мешает разработать 3-5 альтернативных планов, разработать под них законопроекты с условиями вступления в силу, и говорить, и это позиция силы законодателей, в отличие от позиции силы экспертов, которые могут только предлагать разумное решение. И второй момент. Понимаете, какая штука? Вот даже сейчас политики выступают, подбирают слова, и я понимаю их. Сейчас попробуй скажи языком критики, да, или не скажи ура армии. Да тебя тут освистают и в фейсбуке, и прямо в аудитории. Страшно стало. Поэтому сначала помолимся на армию, потом объясним, как невозможно жить проблему войны, а потом патетика про Украину. Целый день наезд об этом. Я к чему веду? Сейчас, я считаю, каждая партия должна с началом сессии подготовить свою версию мирного плана. Раз уж нет у Порошенко, а у Минской группы только домовленности с протоколами, пожалуйста, на стол мирные планы проекта реализации законопроекта. Это серьезная разговорка, который должен был у вас быть с первых числа сентября. И второй момент. Что касается процессов. Понимаете, есть реальность, в которую погружены политики. Там политез, дипломатия, плюс ко всему работают законы каждой страны. Кто-то к выборам готовится, кто-то отрабатывает так называемые тезисы, которые готовятся, как установки по линии МИД. Шаг влево, шаг вправо. Есть реальность информационной войны. Конечно, российская машина зомбирует. И Донбасс, и нас с вами, как может. Но, извините, у нас работает машина, которая зомбирует и Донбасс, и нас с вами. В этой реальности нет ответа. Посмотрите на новости. Каждый день это начинается с выстрелов, убийств, жертв на войне и так далее. Но есть третья реальность, где реальная жизнь миллионов людей, контрабанда с войной, трагедия личная. И геополитика там тоже. Никто не будет защищать... Я иду к чему. Никто не будет защищать Украину своими танками, если речь идет о интересах НАТО. Это надо раз и навсегда понять и больше не поднимать вопрос об оружии. Второе. Второе. Нельзя забывать, что около 4 миллионов жителей Донбасса, так называемых, это наши граждане. Многие из них, кстати, в 1991 году голосовали за независимость. У них есть право как-то к этому определяться. Я не уверен, что мы знаем, как они настроены сейчас. Представьте себе, с понедельника. Я краса на солнце ушли российские войска. Ушли сепаратисты. А как будут голосовать сейчас жители Донецкой и Луганской области, пережив это все? Вы уверены, что за этот Киев? Вот в чем проблема. Поэтому мирный план, совершенно правильное слово, реинтеграция, условия сформулированные в законах перехода, с условиями, когда вступают силы.